Вот так ведь не часто случается. Едешь по объездной, степь да степь, кругом. И подъезжая к выезду на 50 лет магнитки, думаешь, и здесь типа дилерский центр, а нет. Здесь абсолютно новый подход, в процедуре, без которой не выедет на дорогу ни один автомобиль. И что же это за чудо, которое открылось здесь, на выезде с улицы 50 лет магнитки, 1 января 2010 года? 1 января 2010 года мы открыли новый пункт технического осмотра, который находится по адресу шоссе Западное, 480А. Данный пункт имеет три диагностические линии, большая парковочная зона. Сколько автомобилей вы реально можете в день обслужить? Три диагностические линии, которые в городе нигде нету. И вообще в области признали наш пункт самым лучшим комиссией, которая проходила в конце декабря. У меня была комиссия, наш пункт признан самым лучшим в области. В день мы можем обслужить порядка 150-200 автомобилей ежедневно. Первонаперво заходишь и даже сказать ничего не можешь. Примерно такая же ситуация была, когда дедов-спецов заменила специализированная техника. Но чтобы евроремонт в пункте технического осмотра, чтобы тепло реальное было, ну не голышом, но и не в тулупах, чтобы не кофе и сникерс из автомата, а мясо в кулинарных изделиях, чтобы, извините, пописать было не за углом, такого еще не было. Естественно, сейчас этот пункт технического осмотра – это эталон совершенно нового отношения к водителю. Если ничего нового в стандартизированные и опробованные устройства контроля внести смысла нету, то конкуренты, наверное, в следующем подходе к новому стандарту обслуживания автомобилистов скомбинируют ПТО, сервис и многозальный кинотеатр с супермаркетом в одном. С уверенностью мы можем заявить, что на других пунктах нету такой системы, что вы можете обратить внимание, удаление нейтрализации отработавших газов. Также на нашем пункте присутствует газовое отопление, что позволяет проводить техосмотр даже в суровые уральские морозы. И также три поточные линии, что обеспечивает довольно-таки быстрое прохождение техосмотра, если даже скапливается очень много машин на стоянке ожидания. Ну ахи и вздохи в сторону. И тут надо понимать, что даже несмотря на финансовые шторма, мы будем покупать, ну пусть и не новые, но автомобили. Что сервис должен ехать к людям, а не люди на сервис. Что человек, магнитогорец, вправе же в самом гармоничном и красивом городе России требовать уровень этого сервиса выше, чем где-либо. И это должно стать нормой жизни. Ну что, автомобилист со стажем, раньше вместо папы техосмотр проходил уже? Да нет, не проходил никогда. Ну съездил? Ну с папой ездил, но в основном сам потом, как купил машину. Что-нибудь подобное вообще видел, нет в городе? Ну, нет, не видел. Так, ну скажем так, вы поездили не по одной стране мира и не в одном городе были. Вот радует сердце, что в городе Магнитогорске появляются вот такие пункты технического осмотра? Да, радует вообще самим качеством. То, что все в принципе красиво, обширное, обслуживание хорошее. Много места, нет очередей, все быстро. Ну, во многих городах такого нет. Искренне и абсолютно честно рад я, что комфорта у нас становится больше. Что мы отходим от традиционного российского стиля жизни, быть обязанным в системе. Чинопочитание и подобострастная скуливость никогда не была свойственна действительно свободным жителям. Нам, россиянам, свойственен благодарный патриотизм. И пусть это звучит пафосно, но грядя на то, как в одном конкретном месте, банальном по сути, пункте технического осмотра, я лично почувствовал себя еще более человеком, желание быть и жить в Магнитогорске у меня прибавилось. Чего и вам желаю. Продолжение следует...